Телеканал КРТ представляет Многие ливанцы сочли взрыв, потрясший столицу, разрушивший целые кварталы и убивший по меньшей мере 154 человека, лишь последним и наиболее опасным проявлением коррупции и халатности руководства страны. Интересно, что протесты не были стихийными. С самого начала их организацию взяла на себя местная оппозиция. Так, 8 августа лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмаель призвал граждан Ливана прийти на массовую антиправительственную демонстрацию в субботу. На похоронах генерального секретаря Катаиб Назара Наджаряна, погибшего в результате взрыва в морском порту Бейрута, он заявил, цитата, «Мы уходим из законодательного органа, который стал фиговым листом для правительства, погрязшего в коррупции и преступной халатности. Мы переходим к эскалации протестов». В первый же день протестов их участники попытались захватить здание парламента страны, однако были оттеснены. На следующий день они ворвались в здание Министерства иностранных дел, Министерства окружающей среды и Министерства экономики Ливана. Согласно данным, опубликованным в твиттер-аккаунте Красного Креста, в ходе столкновений с правоохранителями в Бейруте 8 августа пострадали свыше 230 человек. Более 60 из них доставлены в больницы. Интересно, что накануне начала протестной активности в Ливане с визитом побывал президент Франции Эммануэль Макрон. Формально он прибыл, чтобы предложить помощь в устранении последствий разрушительного взрыва, однако на деле фактически выдвинул ливанскому руководству ультиматум. Макрон выдвинул следующие условия, которые ливанские власти должны выполнить для оказания финансовой помощи стране. Первое. Объявить Бейрут демилитаризованной зоной. Второе. Обеспечить полное разоружение всех офисов и отделов Хезбаллы в Бейруте и его пригородах. Третье. Передать международный аэропорт Бейрута совместному международному военному контингенту во главе с Германией. Четвертое. Разместить силы УНИФИЛ, то есть миротворческих сил ООН в Ливане, в Бейруте и Ливанских горах, а в прибрежных водах разместить группировку военных кораблей от Бейрута до южных границ страны. Пятое. Ликвидировать все ракетные войска и установки Хезбаллы на юге, а командные пункты Хезбаллы передать ЮНИФИЛ. Шестое. Отправить в отставку парламент и правительство провести досрочные выборы с последующими выборами президента. Седьмое. Составить списки действующих сотрудников спецслужб с последующей их заменой вплоть до смены руководства структур. Восьмое. В случае отказа местных властей в течение 10 дней продавить резолюцию Совбеза ООН с последующим поручением НАТО обеспечить безопасность в Ливане и выполнение вышеуказанных пунктов. То есть, прибыв в небольшую ближневосточную страну через пару дней после взрыва, разрушившего большую часть ее портовой инфраструктуры, французский президент потребовал от ливанцев сдать свою независимость в обмен на помощь Парижа, а в случае неповиновения пригрозил резолюции ООН о введении в страну войск НАТО. К слову, угроза эта заведомо невыполнима, так как Китай и Россия точно наложили бы вето на такую резолюцию. Однако сам напор показателен. Как показательные требования протестующих, появившиеся сразу после визита и ультиматума Макрона. Так, 7 августа протестующие начали собирать подписи за возврат Ливана под французский протекторат и за первые сутки собрали более 50 тысяч подписей. А на следующий день митингующие ворвались в здание Министерства иностранных дел с плакатами, на которых были лозунги «Бейрут – демилитаризованный город» и «Столица революции». Как мы уже писали выше, демилитаризация столицы Ливана – один из элементов французского ультиматума. Причины желания западных государств и ориентирующейся на них оппозиции внутри страны использовать недавний взрыв и его последствия для смены власти в Ливане – кроются в том, какие силы руководят этой страной. Так называемый «кабинет министров-технократов» был сформирован 21 января текущего года и получил вводом доверия 11 февраля. Правительство премьера Хасана Диаба опиралось на поддержку парламентского большинства, которая возглавляет пропрезидентское свободное патриотическое движение и шиитский тандем «Амаль-Хизбалла». Собственно, Хизбалла, являющаяся главным союзником Ирана в регионе и на протяжении долгих лет удерживающая влияние на Ливан, и является основным раздражителем для западных государств. Ее присутствие в правящих кругах страны позволяет реализовываться иранскому проекту шиитского моста, предполагающему сухопутный коридор из Ирана через Ирак, Сирию и Ливан к Средиземному морю. Кроме того, вплоть до последнего времени иранское и сирийское руководство, неугодное Западу, использовало ливанские банки для обхода жестких экономических санкций. Собственно, этот канал обхода санкций и был основным выдущим послевоенным восстановлением Сирии во главе с Башаром Асадом и его алавитским кланом. В этой ситуации нетрудно догадаться, почему западные партнеры в лице Франции и ряда других держав, а также их союзники из числа местной оппозиции, воспользовались моментом глубочайшей фрустрации в ливанском обществе после разрушительного взрыва и решили ковать железо пока горячо. Тем более, что последние события наложились на застарелые экономические проблемы в стране. Напомним, в начале марта 2020 года премьер-министр Ливана объявил дефолт, когда страна оказалась не в состоянии оплатить задолженность на сумму более 1 миллиарда долларов. Ливанский фунт обесценился более чем в два раза, что повлекло за собой рост цен на продукты питания почти на 60%. Основными союзниками французов, саудитов и американцев в борьбе против проиранских сил в Ливане выступают местные партии «Ливанские силы» под руководством Самира Джаджаа, прогрессивная социалистическая партия «Валида Джумбулатта» и движение «Аль-Мустагбаль» Саада Харири. 10 августа им удалось добиться своего. В этот день премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке Кабинета технократов. В своем прощальном телеобращении к народу он сообщил, цитата, «Система коррупции оказалась сильнее ливанского государства. Мы не преследовали никаких личных амбиций, но те круги, которые находились у власти на протяжении 30 лет, развернули травлю правительства и настроили против него народ». Премьер пояснил, что своим шагом надеется открыть дверь внутриполитическому регулированию в Ливане. Учитывая то, что позиции проиранских сил в стране остаются сильны, дальнейшее развитие событий будет весьма интересным.